так дорогие друзья всем привет с вами как всегда от зелон и на этот раз я решил записать новый видеоролик о том как же все-таки разукрашивать в игре атлас речь пойдет о разукраски билборда фарусов и нанесение тату на свое тело в общем для того чтобы разукрашивать нам понадобится кисточка кисточка доступна в скиллах сейчас скажу где она доступна в строительстве в хэндимэн вот она кисточка там изучается также кирка вот и сам ящик соответственно крафтится на верстаке после того куда вы скрафтили вы берете в руки и для того чтобы нанести различные тату на свое тело мы нажимаем правой кнопкой мыши кисточкой и вот появляется ваше тело данный видеоролик будет состоять из двух частей технической части то есть подготовки самой картинки и вторая часть нанесения самой картинки на ваше тело на ваш парус или на ваш билбор в общем как приобретать красители я думаю знаете вы то есть во фрепорту вы получается приплываетесь за одну монетку покупаете 5 красок там цвета различные все имеются вот они также их можно сварить того чтобы узнать куда нам нужно разместить нашу картинку скачанную из интернета мы получаться открываем персонажа достаем кисточку берем любой цвет и рисуем сам контур то есть берем получать слева нажимаем левый shift и лево клавиши мышки зажимаем также обводим вот нарисовали мой первый контур также сейчас давайте сделаем с другой стороны вот нам соответственно потом еще понадобятся программы обязательно требуется установка программ таких как photoshop можно принципе paint там тоже он сойдет лучше photoshop для большего эффекта и арк painter его я тоже все скину все эти программы скину в описании вот то есть мы сделали получаться сам контур также из под хочет на ноге де рисуйте на ноге сам контур и в принципе дальше что мы делаем мы берем и сохраняем сам рисунок вот сейф пейнт и мы вводим название допустим 1 2 3 все сохранить далее от атласа самого нам ничего не требуется в принципе его можно свернуть закрывать кстати даже и перезаходить в игры не надо после того когда вы сохранили сам рисунок названием у вас появится папка my paintings и давайте уже приступим к самой технической части для того чтобы нам зайти в папку paint нам необходимо перейти в папку стиму перейти дальше в steam maps папку come on атлас шутгейм далее заходим в папку сейф и вот появляется папочка my paintings изначально и не будет пока вы не создадите данный файл вот и находим наше название 1 2 3 вот player pound test mail вот он открываем программу арк painter на нее оставлю ссылку в описании она в принципе уже новой здесь добавили поддержку игры атлас вот давайте запустим все запустили и давайте откроем сам файл то есть также переходим в эту территорию игры pd файла так вот переходим получается с ним стимапс камон атлас шутгейм сейф и мать и откроем 1 2 3 players так вот она сама открылась у нас видите все наши очертания узоры где мы что-либо рисовали видите то есть для того чтобы получается нанести картинку это не просто то есть нужно скачать типа и залить там и соответственно применить уже и разукрасить все остальное нет тут само расположение каждой отдельной части тела типа ноги руки они размещены совершенно в разных местах и само разрешение картинки она не подойдет полная для того чтобы нанести сам рисунок то есть тупо вот так вот берем открываем и соответственно вот наша часть руки здесь она находится вторая часть почему-то здесь здесь вообще не за типа случайно что ли нарисовал вот так что не стоит загружать полное изображение целиком они все размещены в разных частях тела то есть основное изображение картинки и уже в нем соответственно на них при станциях размещены части тела. Вот он. Далее мы сохраняем файл. Вот save as image. И давайте сохраним какую-нибудь отдельную папку. У меня нет? А, давайте прям тут mypaintings, вот pngf image. Все. Сохранили. Дальше откроем в Photoshop. Нажимаем открыть. И давайте перейдем к директорию. Так, давайте компьютер, локальный диск D, program files, steam, shoot game, steam apps, come on, atlas, shoot game, save mypaintings. И вот она наша картинка. Далее, что мы делаем? Соответственно, то есть, берем, загружаем в файл, любую вашу картинку, точнее. Желательно, лучше, чтобы она сразу была в прозрачном виде. Но если она не в прозрачном виде, мы это, в принципе, сейчас и исправим. Лучше, чтобы ту картинку, которую вы скачиваете, в ней присутствовали конкретные цвета, то есть, чисто красные, либо вот чисто черные. Вот, чтобы не смешанные цвета были, а то и так кинова будет смотреться. Она будет все равно такая немножечко искаженная. Ну, в плане цветов, то есть, не такая цветонасыщенная, скажем так. Вот, поэтому лучше скачивать либо отдельный цвет какой-то, чтобы присутствовал только один цвет, либо, ну, желательно поменьше, чтобы цветов основных присутствовал. Вот, то есть, допустим, находим картинку, нашли картинку, вот, допустим, она у вас не в прозрачном фоне, что нам надо сделать? То есть, мы берем, давайте сначала поместим, выбираем инструмент волшебный ластик, применяем, кликаем, и фигакс, основной фон белого, белый уже исчезает. И она у нас, собственно говоря, полностью на прозрачном фоне. Такс, и теперь давайте переместим. Нажимаем Ctrl-T, сочетание клавиш, сужаем картинку. Допустим, вот мы хотим ее на правую руку, то есть, мы вот сюда примерно по нашему контуру ее совмещаем. Вот так вот применяем вот сюда, вставляем, так. И давайте теперь скроем данный слой, вот, делаем его невидимым, и возьмем, пожалуй, обычный ластик, и сотрем сам кружочек, вот этот, чтобы, то есть, он не был, чтобы он у нас не мешался. Так, вот мы его стерли, и давайте данный слой сделаем видимым. И теперь сохраняем для Web. Так, давайте, пускай у нас, поскорее бы уже открылась эта менюшка. Вот, здесь выбираем набор PNG-24, далее нажимаем сохранить, Enter, сохраняем на рабочий стол, давайте ее сохраним. Так, ну ладно, фиксим, сохраним ее на рабочий стол. Там у меня уже какая-то вроде имеется. А, нет, все нормально. Так, и теперь переходим опять к программе Arc Painter, и уже нажимаем Load Image. Кстати, сразу скажу, просто так Load Image у вас не получится сделать, вам сначала надо загрузить сам файл Arc PNT с расширением PNT. Вот, то есть. И, соответственно, давайте найдем на desktop нашу картинку, вот она, да, и нажимаем уже кнопочку Save as Arc PNT File. Далее закидываем файл с изменениями, если у вас уже он был создан. И давайте уже о технической части перейдем уже к визуальному. Итак, вот мы перешли в игру, теперь нажимаем Load Paints from this type, и вот они у нас, наши татушки. Вот она. Это наша татушка, которую мы уже изменили с нашей новой картинкой. Вот, тут предельно можно ее так, ну, чуть-чуть ее видно будет. Вот, видите, у меня не хватает сразу черного красителя. Вам желательно лучше закупиться или сразу скрафтить по 15 красителей всех цветов, чтобы потом не мучиться. Сложить их там в какой-нибудь отдельный ящик. Вот, в принципе, вот вы нажимаете Missing, это те, которые необходимы вам для того, чтобы нанести саму татушку. А Nice, это те, которые у вас уже имеются. Вот, то есть, потом нажимаете, получается, вот на эту кнопочку, и у вас произойдет процесс нанесения самой картинки, вашего рисунка. Для того, чтобы нанести, допустим, вам картинку на парус или на билборд, вам также надо будет подойти с кисточкой, кликнуть левую кнопку мыши по парусу или по билборду вашему, также обвести само очертание полностью любого паруса, который вам необходим, кисточкой, то есть, также левый shift, левую кнопку мыши, обводите весь периметр, и все остальные операции проделывайте так же, как я показывал до этого. То есть, берете картинку, также ее подгоняете под этот размер, загружаете, все остальное, все, в принципе, то же самое, что и до этого было. Также, ребят, не забывайте о том, что я веду набор в свой трайв, для того, чтобы поступить, вам всего лишь нужно подать заявку, о том, как подать заявку, написано все в нашем дискорде, ссылку на дискорде, наш канал я оставлю в описании, вот, ждем вас, мы вам будем рады, чем больше народу, соответственно, тем лучше, тем будет проще выживать в этой игре, ну, в принципе, это и все, мы вас будем ждать. Сегодня, ребята, кстати, я планирую провести стрим по игре Атлас, у нас тут немножечко такие изменения намечаются, играю на официальном сервере, в принципе, это уже все знают, вот, все, ребят, с вами был, как всегда, от Zilom, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк в трансляции, всем удачи, ребята, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok